МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно получить отказ. Гаражная амнистия с нами уже несколько лет, а вопросы все равно остаются. Пожалуйста, задавайте свои. Номер тот же, он на экране, номер 8-8-6-5-2-333-0-20. У нас есть почти полчаса. Можно также позвонить и оставить ваш вопрос. Мы адресуем его нашим спикерам. И я рада приветствовать Романа Масалова, заместителя министра имущественных отношений региона, и Людмилу Петракову, начальника отдела регистрации объектов недвижимости, номер 2, Управление Росреестра по Ставропольскому краю, Роман Владимирович, Людмила Васильевна, здравствуйте. Доброго дня. Как я понимаю, упрощается процедура все больше. Расширен, как мы уже сказали, перечень самих документов, которые подтверждают факт владения гаражом. Как теперь? Какие документы нужны? Прежде чем, наверное, о документах нашим телевизорителям сказать, давайте скажем, что вообще эта гаражная амнистия, что представляет собой, какие одновременные условия, необходимые для соблюдения, чтобы получить, наверное, сегодня и гараж, и земельный участок бесплатно. Ну, в первую очередь, у нас закон Российской Федерации и закон Ставропольского края говорит о том, что объектом капитального строительства должен быть гараж и прочно связан с землей. Это одно из первых условий. Вторым условием будет являться гараж построен до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации, который принят был 29 декабря 2004 года. И третье, естественно, объект капитального строительства, гараж не должен быть самовольной постройкой, которая отсутствует на момент, скажем так, подтверждающий это решение суда, что не является самовольной постройкой, и отсутствует решение органа местного самоуправления о том, что не является самовольной постройкой. При соблюдении трех одновременно условий возможно продолжить, скажем так, оформление гаража и земельного участка. Так, но работает гаражная амнистия, если я не ошибаюсь, с 21-го года, получается, но мне кажется, вопросов остается много. У граждан, наверное, не каждый помнит и внимательно читает все эти условия, верно? Вот поначалу, как люди вообще вливались в понимание всего этого механизма? Поначалу люди не до конца понимают, гараж попадает под действие, а гараж нанести или нет. Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо поднять имеющиеся документы. Сейчас вернемся как раз к документам, о которых мы говорим. Значит, законно был установлен перечень, что из документов рассматривается следующее. Это могут быть любые старые документы о предоставлении земельного участка под гараж, даже советского периода. Это могут быть всяческие решения о предоставлении постановления, то есть о выделении земельного участка под строительство гаража. Это может быть решение заводов о том, что на территории строятся гаражные кооперативы. Это может быть решение протокола общего собрания членов гаражного кооператива о предоставлении земельного участка под гараж, члену гаражного кооператива. Это может быть технический паспорт, о инвентаризации, которую заказывали люди в свое время в БТИ, и заказчиком должен являться именно сам собственник этого гаража. Также это могут быть документы, допустим, старые договоры купли-продажи при обретении данного гаража или же земельного участка. Договоры дарения старые, то есть перечень документов, он довольно-таки приличный, и можно просмотреть, что изначально у вас есть. Новые какие появились? Я так понимаю, это только в нашем крае действуют? Но это не только в нашем крае действуют. Как я понимаю, регион сам регулирует нюансы. Регион, да, действительно может дополнять перечень документов, которые необходимы для, скажем так, упрощенной процедуры оформления земельного участка и гаража. Да, действительно, в июле депутатским корпусом принят наш краевой закон, закон 80 КЗ. Он вступил в действие, губернатором Старопольского края подписан. И там действительно дополнен перечень, дополнительный перечень к федеральному закону дополнился перечнем. Ну, одним из, скажем так, документов, это может быть, вот как сейчас Людмила Васильевна сказала, это протокол общего собрания, да, протокол общего собрания. И самое главное, что он, этот протокол общего собрания должен быть до введения действия градостроительного кодекса, где говорится о распределении конкретному гражданину под этот земельный участок. То есть и много других документов, которые могу сейчас перечислять, в законе краевого можно ознакомиться с полным перечнем, ну, если хотите, могу еще несколько назвать, это и квитанции, и оплата, которая, опять, подтверждает сам факт владения гаражом данным гражданином, или же любой документ, который акт отвода, или какие-либо работы на разрешение от органов местного самоуправления получались именно самим гражданином. То есть там перечень, так он дополнен, достаточно большой. Ну, мы называем это упрощенной процедурой, но на деле все не так уж и просто. Давайте признаем, для тех, кто собирается впервые, наверное, ее проходить, кто уже начал, наверное, он уже разбирается в этом, а кто прошел уж тем более. Помимо расширения документов, каких-то нововведений мы ждем в ближайшее время? Нет, новых нововведений мы не ждем. Здесь процедура настолько проста сегодня, что можно в органы местного самоуправления прийти, по месту, скажем, жительства, или обратиться через МФЦ, и начать процедуру оформления гаража или же земельного участка. Здесь настолько все, скажем так, удобно и просто. Так что я здесь не вижу каких-либо ограничений или препятствий. Вопрос нам прислали в соцсетях, но мне кажется, Людмила Васильевна, вы уже на него ответили. Возможно ли оформить гараж по амнистии, если на руках только договор купли-продажи? Договор какой тут не уточняется? Да, здесь, конечно, сам акцент – это то, что договор должен быть до вступления действия градостроительного кодекса. И, естественно, там он должен соответствовать требованиям гражданского кодекса, то есть там подписи. Ну, это уже моменты по подготовке договора самого. И с учетом, конечно, какая информация, на что это, на земельный участок или на гараж, конечно, еще данная информация необходима. Ну, как мы постоянно напоминаем, оформить можно не только сам гараж, но и землю под ним. На какие постройки распространяется? Давайте еще раз напомним. Ну, как уже сказал Роман Владимирович, что это… Это самый важный факт. Да, это вот три условия одновременно должны соблюдаться. При этом, чтобы люди понимали, гаражи могут иметь общие стены, они могут, ну, то есть, как мы привыкли, да, в одном ряду гаражи. На такие гаражи они могут иметь общую крышу, они могут иметь общие коммуникации, или же это могут быть отдельно стоящие гаражи. Но, опять же, говорим, что они должны быть построены до введения в действие градостроительного кодекса. А есть по этой теме, простите, перебью у нас как раз вопрос, если гараж имеет общую стену, на два гаража, три, да, вместо машинолиста, сколько метров земли выделяется по амнистии на отдельно стоящий гараж? По закону сказано, что земельный участок формируется в границах гаража. То есть, какие размеры у гаража, такие размеры будут и у земельного участка. Так, еще вопрос, сообщают, что нам оставили его по телефону, как раз 333-020. Виктор спрашивает, если гаражная амнистия, процедура бесплатная, можно ли не платить за услуги кадастрового инженера? Несколько раз Виктор подавал заявление, получал отказ, возвращали это заявление с пометкой «нет планами жевания земли». А он пишет, что работа инженера стоит немало, как же завершить процедуру бесплатно? Ведь она бесплатная. Сама процедура, действительно, она бесплатная. Это от органа местного самоправления или от государственного органа предоставления, да? В собственность. Сама процедура в собственность предоставления бесплатна. А вот подготовительный этап проекта, скажем так, подготовки межевого плана, это действительно кадастровые инженеры подготавливают. Это, на самом деле, сегодня платная услуга. Кадастровые инженеры работают на территории Ставропольского края в соответствии с законом, да? И действительно, это платная услуга с их стороны. Со стороны государства это бесплатно. Со стороны государства именно предоставление. План тоже необходим, получается, межевая? Ну, обязательно. Это для земельного участка действительно межевой план необходим. Давайте еще раз тогда по документам, помимо тех, которые подтверждают право владения. Что еще нужно? Смотрите, по пакету документов. Здесь рассматривается несколько ситуаций. Если у нас же гараж на месте, она говорит, у вас уже может быть и земельный участок, и гараж, но на них могут быть неоформлены права. Это один случай, один пакет документов. Если у вас нет ни земельного участка, ни гаража, то тогда необходимо и межевой план, и технический план. А если же у вас есть один из объектов, то есть или гараж, или земельный участок, то это уже зависит от того, какой объект на влече, и, соответственно, какой документ необходимо будет подготовить. Если есть гараж, то необходимо подготовить межевой план. Если есть земля, то необходимо будет подготовить технический план. По каким причинам можно получить отказ? Их немного? Ну, отказ, смотря в какой процедуре. Если есть гараж, но нет земельного участка, и на него не оформлено вообще право собственности, здесь надо обратиться в органы местного самоуправления для предварительного согласования предоставления земельного участка. Вот как только будет, а оно принимается в течение 20 дней, и после этого услуга муниципальная или государственная выдаётся положительное решение, и лишь только тогда идём за получением межевого плана. Это первый случай? Это первый случай, да. Но здесь отказа практически не будет. Если у вас гараж в собственности, и вы идёте за предварительным согласованием земельного участка, за предоставлением, отказа здесь не будет. Ну, только если там, может быть, подготовка схемы была нарушена, да, допустим, или же самим гражданином, или же кадастровым инженером, да, ну, неправильно там, ну, точки были вынесены, да, под земельным, то есть под гаражом. Тогда, может быть, да, здесь будет отказ. Так, это первый был случай. Ещё какие? Смотрите, ещё есть тот случай, как в законе говорится, что если обращается человек за предоставлением, и при этом, как уже Роман Владимирович говорил, один из критериев, не должен быть признан самовольной постройкой. Если гараж признан самовольной постройкой, то здесь однозначно отказывают предоставление земельного участка. То есть если есть решение органов местного самоправления, или же решение суда о том, что данный гараж был признан самовольной постройкой, тогда отказывают предоставление земельного участка, и, естественно, услуги по гаражной амнистии. Гаражи, которые используются под коммерческие цели, например, автосервисы или мойки, они могут попасть под амнистию? Людмила Васильевна ответит на вопрос. Смотрите, на самом деле гаражное амнистие предусматривается несколько объектов, которые не попадают под ее действия. Это коммерческие гаражи, это гаражи в подвалах многоквартирных домов, это гаражи, которые расположены на территории предприятий для размещения машин. То есть подземные тоже нет? В многоквартирных домах подземные гаражи не попадают под действие гаражной амнистии. Также не попадают под действие гаражной амнистии наши гаражи, которые у Вас на личном земельном участке. Их еще называют вспомогательные постройки. То есть это индивидуальный гараж, который расположен на земельном участке, где у Вас дом расположен. Гаражная амнистия на них тоже не распространяется. Для них предусмотрен законом свой порядок, тоже упрощенное оформление. Так, а какой? Может быть, мы сразу поясним? А здесь даже градостроительным кодексом предусмотрено, что для индивидуального гаража, расположенного на земельном участке, для дения личного подсобного индивидуального жилищного стоительства, разрешение на стоительство не требуется. А если все-таки автосервис или мойка? Только по вводу, в эксплуатацию. Поясните. Только по вводу, но поясните. Это смысл в чем? Закон есть наш, закон о гаражном месте четкие критерии определяет. Это еще раз Лемила Васильевна назвала, это вспомогательные, которые действительно находятся на территории личного подсобного хозяйства или в вашем домовладении. И это предназначено для хранения техники, различной техники, допустим, коммерческого назначения или же подведомственные учреждения. У нас у Ставропольского края есть подведомственные учреждения, допустим, Край Тепла. То есть все те гаражи, которые там находятся, они не будут входить и не подпадают под действие гаражной амнистии. Их невозможно будет по упрощенной процедуре подвести. И опять же, в многоквартирных домах, это, ну, скажем так, пример легкий, простой, мы, Лемила Васильевна, обсуждали до эфира. Есть некоторые обращаются, что помещение оформлено у них, да, на самом деле помещение. По выписке из игры видно, что помещение. Они считают и думают, что под гаражной амнистией можно оформить как-то там, скажем так, гараж. На самом деле нет, нельзя, это запрет. На эти случаи запрет. Такой еще вопрос, то есть люди, видимо, видят эти определения, но не знают, как их трактовать. В какой собственности должна находиться земля под гаражом, а если есть ограничения в обороте? Ну, Людмила Васильевна уже тоже опять на этот вопрос практически ответила. Все вопросы, которые граждане нам задают, это действительно, земля должна находиться или в государственной, или в муниципальной собственности. А если земля в ограниченном обороте, то есть, ну, какие-то есть обременения, да, законом там в отношении данного земельного участка, по проекту там можно отсмотреть у нас, то земельный участок не будет предоставляться в собственность, он будет предоставляться в аренду. Ага. Если гараж оформлен в собственность, ну, давайте повторим, да, а земля под ним нет, что делать и куда первым делом обращаться? Вот полностью, да, весь план действий. Какой в этом случае? Роман Владимирович уже тоже затронул эту тему. Как говорится, есть гараж, да, нужно обратиться в администрацию с документами на гараж и обратиться за схемой расположения, за предварительным согласованием схемы расположения земельного участка. Эти документы рассматриваются потом. Потом по результатам положительного рассмотрения данный человек идет к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана на основании данной схемы. Когда межевой план готов, обращается с постановкой на учет, то есть присвоился кадастровый номер. И тогда уже с выпиской из ЕГРН на данный земельный участок, с документами на гараж, данные документы опять направляются в администрацию для уже принятия решения о предоставлении земельного участка. И тогда уже администрация по закону сама подает документы на постановку на учет и регистрацию права на земельный участок. Но это длительный такой процесс? Сколько в среднем он может занять время? Ну, процедура предварительного согласования это 30 дней, а уже процедура решения о предоставлении это 20 рабочих дней. А в течение пяти рабочих дней с того, как они вынесли это решение, они обязаны подать заявление, сам муниципал подает заявление для регистрации права и постановки на учет. А если откатываемся опять назад, документов вообще нет о выделении гаража никаких, что делать? Куда можно обратиться? Или это потерянная такая история? Ну, почему? Можно и в архивы обратиться, и по месту жительства, и в администрацию обращаться. Можно в госархивы также обращаться. То есть можно обратиться в тот кооператив, где находится этот гараж. Может быть, действительно есть какие-то взносы были проводились, есть решения, старые решения остались именно о предоставлении этого земельного участка. Посмотреть у себя в документах, может быть, оплаты были, может быть, что-то согласовывалось, предоставлялось, или под электросети. Ну, то есть документы любые. И потом смотрим под те условия, которые прописаны в законе. А если гараж перешел к владельцу в порядке наследования, как действовать? Законом тоже предусмотрен порядок оформления. Для этого тот, кто принял наследство, он должен предоставить документы, которые были у наследодателя. То есть на основании каких документов предоставлялся гараж умершему. И прикладывает свидетельство о вступлении в наследство, то есть он подтверждает, что он вступил на его имущество. А если в процессе оформления гаражной амнистии, в продолжении этой темы, не стало владельца гаража, как супруга может действовать в этом случае? Она может продолжить этот процесс или нет? Встречала я просто такой вопрос. Вы имеете в виду, на каком этапе остановился сам? Там же несколько этапов. На любом можно восстановить этот процесс? Ну, здесь получается, если он уже нашел какие-то документы, подтверждающие на свой гараж, что, естественно, она сначала вступает в наследство на то, что есть, и потом также по порядку, по свидетельству о вступлении в наследство, она предоставляет эти гаражи, эти документы на гаражи, именно на умершем. Ну, то есть процесс не останавливается, можно его продолжить? Он будет продолжен. Он продолжен. Много ли Ставропольцев у нас стали участниками гаражной амнистии с 21-го года, получается? Потому что я так смотрела, по другим регионам говорят, не торопятся. А у нас? Ну, скажем так, у нас тоже, может быть, не торопятся. Не каждый, может быть, знает, что есть такое право, во-первых, оформить и привести все свои документы, о чем вот сейчас вы о наследстве говорили, да? Ну, то есть это один из самых хороших таких, скажем так, условий. Можно потом просто по наследству передавать, да, эти, можно дарить, можно распоряжаться в рамках гражданского законодательства, то есть совершать любые сделки. До того, как этих документов нет, ну, если нет документов ни на гараж, ни на землю, распоряжаться будет очень затруднительно с данным, скажем так, гаражом и земельным участком. На самом деле, ну, порядка, наверное, если взять по всему Ставропольскому краю, ну, может быть, не больше двух тысяч, наверное, обращений. Ну, немного, да, действительно. В основном это, наверное, города, да? Да, это города, потому что, где есть гаражные кооперативы, но в сельских территориях практически их нету, гаражных кооперативов. Это самые крупные будут, это города КМВ, это город Ставрополь и город Невиномыск. Так, а до какого года действует гаражная амнистика? До 1 сентября 2026 года. Ну, время есть, но все-таки затягивать, наверное, как вы считаете, не стоит? Не стоит. Не стоит. Но это хорошая возможность, да? Конечно, конечно, конечно. Это приведение своих всех документов в порядок, прежде всего. Ну, хотя бы так, да. Давайте еще раз повторим, да, какие документы нужны и, да, порядок, порядок самой процедуры. Давайте начнем уже, мы проговорили, да, по закону, простым человеческим языком, чтобы людям было понятно. Самый распространенный и которые были включены в краевой закон, это мы, скажем, про членскую книжку. То есть у члена гаражного кооператива должна быть членская книжка. И данная членская книжка должна быть информацией, с какого года владеет человек этим гаражом и, естественно, когда вносились боевые взносы. Потом еще одним из документов может быть подключение к ресурсоснабжающим организациям. Это к электричеству. И в этом документе тоже должна быть дата, что это именно до вступления в силу градостроительного кодекса. А также люди еще из документов приносят, у них есть решения межведомственных комиссий старые о предоставлении данного земельного участка под строительство гаража. Очень распространенный документ. Это вот период 90, 96, 97 год. То есть документов предостаточно оформить, можно, затягивать тоже не нужно. И не нужно бояться этого процесса. Потому что, давайте признаемся, многие люди, они думают, что это все долго, нужно где-то ходить. На самом деле всегда идем на встречу, и сотрудники Росреестра, и сотрудники администрации всегда готовы помочь в этом вопросе. Также сотрудниками отдела управления проводятся разъяснительные работы, встречи с членами гаражных кооперативов на территории Ставропольского края, где специалисты рассказывают, какие документы необходимы, что необходимо. Уже несколько таких встреч было, и такие встречи будут проводиться далее. То есть для того, чтобы оформить документы, все условия сейчас законом. И давайте говорить о том, что госпошлина не уплачивается при регистрации права. Да, когда говорим об оформлении, мы говорим не только о предоставлении бесплатно земельного участка, но и о том, что госпошлина не уплачивается за регистрацию права. Так, а до гаражной амнистии ту же самую процедуру приходилось делать платно? До гаражной амнистии порядок оформления гаражей был следующий. То есть только собственник земельного участка мог оформить гараж. Очень ограниченные возможности, очень как бы... А для того, чтобы собственником земельного участка стать, что нужно для этого было сделать, там очень много через суд приходилось. Так, а как запустить весь процесс еще раз? Можно ли через госуслуги, например, это сделать? Или обязательно нужно идти, если идти, то куда? Можно через МФЦ пойти попробовать. Здесь это услуга, это предоставление, это муниципальная услуга. В любом, скажем так, территориальном расположении, где есть МФЦ, можно обратиться. Или же напрямую в администрацию муниципального образования. Так, хорошо. А госуслуги нет, пока не рассматривается такая? Смотрите, ну, на госуслугах там возможности есть запросить выписки на ваши объекты, потому что, вот вы знаете адрес вашего гаража. По адресу объекта можно запросить сведения ЕГРН, потому что, запросив сведения, вы можете знать, может, ваш объект уже стоит на кадастровом учете, потому что в свое время проводилась инвентаризация объектов, данные документы были переданы по контрактам, и объекты зачастую уже имеют кадастровые номера, как гаражи, так и земельные участки ранее учтенные, у них тоже есть свои кадастровые номера. Рекомендация начать все-таки с запроса сведений ЕГРН. Есть на учете объекты или нет? Если же ничего не нашли, то тогда уже, как сказал Армур Владимирович, обращаться в администрацию. Ну, через МФЦ можно или непосредственно сами... Через администрацию. К вам за консультациями нельзя обратиться? Почему? Мы всегда открыты, телефоны наши доступны на сайтах, и мы всегда проконсультируем. Но вы считаете, что процедура максимально сейчас проста, и в принципе любой гражданин может разобраться самостоятельно? Да, здесь ничего сложного нет. На самом деле очень много звонков поступает, и обращаются граждане, и с вопросами, и уже с документами, какие имеются. Но все же многие спрашивают, а начать почему-то не решаются. Ну, может быть, боятся этой процедуры. Она недолгая, даже если мы посмотрим, ну, в пределах двух месяцев можно оформить себе гараж и земельный участок, собственно, в пределах двух месяцев. Это не годы. Два месяца всего. Два месяца максимум на все. При этом часть документов сама администрация может подавать. Даже сам кадастровый инженер может подавать документы, потому что федеральным законом, в рамках которого работает кадастровый инженер, я как заявитель, да, вот оформляя гараж, могу с ним в договоре под радио включить этот пункт, что он может оформлять документы. Ну, то есть это как раз, когда мы обращаемся по межевому плану, да? Да, это для тех, кто не любит ходить по инстанциям, есть всякие возможности, кто может сдать документы. Ну, так, из опыта за последние эти несколько лет сложных каких-то дел, запутанных не было. А если есть, расскажите. Может быть, любопытные какие-то встречались такие, с историей. Но, знаете, дела встречаются такие, что люди, не разбираясь, попадают в гараж под действием гаражном месте или нет, хотят, чтобы любой объект был признан зданием. Это, конечно же, связано еще с налогами, потому что многие объекты, мы знаем, что мы платим налоги, и, естественно, те гаражи, которые стоят нежилыми помещениями, они, естественно, оформлены как по кадастровой стоимости, приличная стоимость, естественно, от этого рассчитывается налог. Но если ваше помещение стоит не только в многоквартирном доме, а именно было поставлено после 2004 года, не нужно даже рассматривать этот вопрос, о том, что его можно признать. То есть всегда начинайте с момента, когда ваш объект поставлен на учет. У вас не было случаев из практики? Нет, у нас таких случаев не было, да. Людмила Васильевна пораньше обратила внимание, еще раз всем обращать нашим телезрителям, именно самое главное, смотрим до введения в действие градостроительного кодекса. Это 29 декабря 2004 года. Может, у нас и объектов таких просто и немного? Очень, очень много. А сколько примерно? Вы знаете, около даже конкретной цифры нет, потому что, как мы сейчас с вами проговорили, те, которые стоят на учете, это одни объекты. Но мы же говорим о формировании земельного участка, если его нет, о постановке на учет гаража, если его нет. То есть конкретно цифра растет, можно сказать, потому что мы знаем только о тех, которые стоят на учете, но не оформлены права. А это где-то порядка около 9 тысяч объектов. То есть здесь мы приводим порядок еще и у нас в землях, правильно? Мы и в землях приводим порядок. И актуализируем сведения Единого недвижимого реестра для того, чтобы они были актуальны, полноценны и достоверны. Людмила Васильевна, Роман Владимирович, надеюсь, после этой нашей беседы больше будет обращений. Хотелось бы, чтобы до 26-го, правильно? Года, да. Да, большинство жителей Ставропольского края прошли эту процедуру несложную. Мы с удовольствием ответим на все вопросы. Спасибо большое. Вы смотрели прямой эфир. Все наши программы есть на сайте stv24.tv. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова